Приветствую, дорогих земляков! В эфире программа «Словожанщина. Слово». Сегодня здесь, в студии Колес ТВ, мы встречаемся с харьковским поэтом, писателем, эссеистом Сергеем Шелковым. Сергей Константинович, хочу начать вот с ваших таких присущих этому месяцу и лету вообще стихов. Вот и ясное лето взошло на меже Краснолесье и луга, Где свершается руками сло смело в прадеды годное плугу, Травный запах, межлиственный свет, Озабоченных ульев обитель, Яков пасечник, выдумщик дед, Бородатый, как елка, сказитель. На лету в самой малой из птиц Углядит ярко-перую строчку, Вьется, кружит тропа небылиц, Блестка ящерка из кочки на кочку, Извенит из-под камня вода, Там, где воск просветляется медом, И любовно бурчит борода, Объясняясь пчелиным народом, И не числит, не ведает лет, Хлопотливый родитель пчелиный, Свет вам, батька, да поле совет, Да цветущий, как старь луговины. Вот это написано очень давно, в одной из первых ваших книг. Сорок лет назад. Да, с тех пор написалось, как и сорок лет, больше сорока книг, То есть приблизительно больше чуть-чуть, чем по книге в год. А в прошлом году что-нибудь издалось? Да, после того, как мы с вами встречались, помнится, в одиннадцатом, Выходили книжки каждый год. Вот в двенадцатом году вышла книга «Парусник», Довольно большая о новых стихотворении, О которой писали разные литераторы и критики достаточно хорошо. В тринадцатом году вышла книжка «Необычная» для моих изданий, А именно впервые на двух языках параллельно мои стихи вышли. Сербский один писатель, поэт, переводчик, Ну, в общем-то, в интернете нашел стихи мои и сам взялся за эту работу. И вот здесь шесть десятков стихов по-русски и по-сербски параллельно. Книга называется «Днесь до нас». Он продолжает эту свою переводческую работу. То я думаю, что в следующем году, наверное, будет раза в два большая книга тоже параллельно. Ну, по-сербски и по-русски. И кроме того, болгарский поэт переводит сейчас стихи. И книжка уже почти готова тоже вот на двух языках, русском и болгарском. Это тринадцатый год. В четырнадцатом году вышло две книжки у меня. Это «Авы Август». Это тоже сборник стихов. В основном новые, ну, некоторые редакции. Почему «Авы Август»? Это я родился в конце июля, близко к августу. Но в этом названии мне некое преломление двух важных для меня тем слышится. А именно и связь с той природой, в которую мы все включены, неотрывно. Время, август, лето, созревание, плодоношение. А кроме того, здесь исторический контекст, конечно. Судя по первому слову, август, он и есть август. Кроме того, что он месяц, он еще и исторический персонаж. Ну и, как известно, «Авы Цезарь» «Моритурит и Салютант». Это нас обращает к нашим нелегким, скажем, историческим событиям последних лет. Вот таких два слоя в этом коротком названии мне видятся, слышатся. Поэтому «Авы Август». И потом снова не совсем обычная для меня книга, довольно большая. И, кстати, усилиями бурсовета изданная. Очерки о литературе. Это 2014 год, прошлый год. Собственно говоря, физически она в январе появилась этого года. Вот здесь около 40 очерков эссе. В основном, конечно, соответственно, названию о поэтах, писателях, о литературных событиях. Ну, в общем, обращенных, скажем, там, последним полутора векам нашей литературы, культуры. Вот здесь есть работы, которые, в общем-то, не только в кабинете написаны. Последнее время для меня стало интересным, как рекомендовал Гёте, приезжать на родину поэта, дабы что-то о нем понять глубже, объемнее. Вот здесь вот такого рода исследования об Аркадии Шенгеле, в какой-то мере харьковчанине, в большой мере харьковчанине, который 18 лет в Харькове прожил, написал здесь много хорошего. А это поэт, хотя и не на слуху, но достойный, в общем-то, завершатель того самого Серебряного века русской поэзии. Я считаю, это человек, который на очень высоком уровне работал и как поэт, и как переводчик. Здесь и о Арсении Тарковском тоже по приезду в его родной город. И слава Богу, там появилась прекрасная улица имени Арсения Тарковского в последние годы, которая насыщена, скажем, архитектурными и иными свидетельствами его пребывания в родном городе или Советграде. Я уж второго названия, которое вот-вот на нитке держится и отпадет, не называю, так же, как и в статье здесь помещенной. Ну, Кировоград это, в общем-то, пока еще сегодня. Думаю, что недолго еще ему таким оставаться. И, наконец, в 15-й год книжка стихов вышла «Свет безымянный». Это стихи новые, снова, конечно, с некоторым присутствием редакций прошлых стихотворений. Собственно говоря, время идет, и стихи, написанные ранее, и являющиеся сегодня, они в какие-то связки и в сцепки, смысловые, и этические, и эстетические вступают. Поэтому иногда появляются вот такого рода диптихи, триптихи в последних книгах стихов. Они есть и тут. Ну, то есть вы обращаетесь еще раз к этой же теме, да? Начинается, да, вот стихотворением, обращенным к Борису Чичибабину, которое в 93-м году написано, ему еще было прочитано. И потом вторая часть диптиха – это стихи, написанные в прошлом году, в которых идет размышление, как бы он отнесся к тому, что происходит последние два года. Эта книга вышла в 2015 году уже. Да, я пропустил. В 2014 году вышла книжка «Два на десять». Это тоже некоторые уже, собственно говоря, жанр для меня не совсем стандартный. Ранее я не делал переводов, никогда не занимался переводами. Но опять же, с ходом событий появилась потребность тех людей, которые, на мой взгляд, значительно мощно, интересно писали украинские стихи, перевести на язык, понятный еще целому большому слою, ряду читателей. Вот здесь, кроме переводов с украинского и переводы с 12 славянских языков, иных, всех, которые есть, собственно говоря, по количеству стран, 12 славянских стран. Ну, Россия 13-я на язык, русский здесь переводы. А сейчас выходит книжка в два раза больше, продолженная по этой же линии движения, так. Там уже 33 поэта украинских и 30 поэтов славянских стран. Тоже мои поэтические переводы на русский язык. Я считаю, что необходимо, совершенно необходимо, чтобы стихи лучших украинских поэтов звучали еще и в других преломлениях, контекстах. Ну, и у меня, собственно, внутренняя такая потребность, тем языком, которым я пользуюсь, в книгах обратиться к тем лучшим поэтам 20 века Украины, которых немало. Ну, и нельзя из песни слово выбросить. Большинство из них принадлежит так называемому расстрельному возрождению русской, украинской литературы, к поколению 20-х, 30-х годов. Вот и это обстоятельство еще потолкнуло меня, тем более, к тому, чтобы заниматься ими, переводить их, ну, и, собственно говоря, радоваться тому, что их стихи живут, продолжают жить, и тому, что они есть. И отражает, собственно говоря, великую и сильную и неповторимую душу нашей страны, нашей культуры, нашего языка. Вот выйдет книжка, которая называется «Апостольское число». Я повторяю, там примерно в два раза больше переводов, чем в этой книжке 2 на 10. То есть уже и название в нее есть? Она уже печатается. Понятно. Она готова и печатается. «Апостольское число». Вот вы сделали очерки о литературе. А будет ли когда-нибудь книга у вас о ваших коллегах по Харьковской организации? Здесь есть очерки о поэтах Харькова. В частности, довольно большой очерк по живому общению с Василем Боровым, который знаковый человек для и украинской поэзии, и поэзии Харькова. Он эту книгу увидел? Он эту книгу не увидел, потому что она вышла, вот я повторяю, в январе этого года. Но, значит, рукопись этой статьи, да, он видел. И книжку я, конечно, семье, как только она вышла, подарил. Вот. Есть, и речь идет и о других украинских поэтов. Кстати, и среди переведенных поэтов немало. Харьковских, да. И Перерва, и Бойко, и Стальной, и Мироненко. Вот, присутствуют здесь, среди этих 33 поэтов Украины, о которых я говорил, в связи с переводами. Ну и самое время почитать стихи вот из этих последних. Я, наверное, начну с того стихотворения, о котором я говорил. Диптик этот, свет безымянный, да, тут посвящение Чичибабину стоит. Я повторяю, в 93-м году оно написано, и ему прочитано. Конечно, не хвалясь, но с радостью вспоминая отклик. А отклик был такой, хорошие у вас стихи. Таким раздумчивым, ну и доброжелательным тоном. Было это сказано. Для меня это, конечно, памятно. Это как раз на улице Чернышевской происходило. В доме, в гостях у одной писательницы, ныне живущей в Америке, Татьяны Варениченко. Вот там мы были, Борис Алексеевич, Лиля Семеновна, я, еще пару литераторов. Там были прочитаны ему эти стихи. Итак, свет безымянный. Доживем до весны, мой певучий, возлюбленный старчи, Долетим до травы, вопреки шелудивой зиме, Вопреки срамоте этой жизни, изрядно собачьей, Доживем, и даст Бог обнаружимся в ясном уме. Я вгляделся в упор В свой пропитый, прокуренный город, И в цигарке его вспыхнул Дымного смысла намек. Он и духу плевок, он и брюху, Холопь ему голод, Счет к грехам он забыл, И ничто не идет ему впрок. Я вгляделся в лицо Моей жертво-любивой отчизны, О, как стыдно сегодня Глядеть нам друг другу в глаза. А на шраме холма, На разломе, в отбищенской тризны, Некий отцвет дрожал, Без которого выжить нельзя. Подорожник, прохлада, дождя, На горячечной ране, Да по небу, прочерченный птицей, Рифмованный след. Нас не предал лишь свет безымянный, На сломе, на грани, А опоры иной Не найти нам еще триста лет. Да тужим до весны, Где щедрее, где больше дыханья, В голубом и в зеленом, Чем здесь, в тараканьей тоске. Да молчим, чтобы услышать, Как арию чисто писанья, Про горланец-скворец Охмельном первозданном листке. И вот вторая часть, Написанная в году минувшем, в четырнадцатом. Двадцать лет тебя нет, Натеряющий разум в земле, Ты о первой чеченской Успел прокричать, Подыхаю, Что сказал бы ты ныне О прежде невиданном зле. Я в глаза твоим гляну, И слово твое угадаю. С Украиной в крови Повторил бы ты, С нынькой в крови. Я молюсь О ее многожертвенной воле Свободе, Ридно матой, В цвету, В соловьинном напеве Живи, В молодеющем духе, В седом ясновидящем роде. Нет, без верью не угасить, Безымянный наш свет, А сиянная тишь К человеку Нисходит от Бога. Двадцать лет ты не здесь, Но для душ расставания нет, И вдоль берега моря Ведет нас живая дорога. Я не сомневаюсь, что Борис Алексеевич Отнесся бы к нынешним событиям однозначно. Это было бы слово и отношение к событиям патриота, Человека, который вырос на Украине, Впитал ее соки, Ее дух, Ее певучесть. И все это в его поэзии светится Самыми разными красками, Переломами света. Ну, в конце концов, это человек этики, Человек морали. Отношения, на мой взгляд, Здесь как раз к событиям нынешним Перелом проходит именно по этой линии, По линии отношения к добру и злу. В этой книге немало стихов, Она написана за последние два года, Поэтому здесь, Кроме стихов, В общем-то, сугубо лирических, Не форсирующих, скажем, Злободневная и сиюминутная, Ну, немало стихов, Которые отвечают на происходящее вокруг нас. Ну, вот, кстати, мы говорили с вами о Боровом. Есть стихотворение о памяти Владимира Светзинского и Василя Борового. Дело в том, что я Светзинским Не так давно стал интересоваться, Но этот интерес ныне перерос в то, Что ни много ни мало Сто стихотворений я перевел его С украинского на русский. И надеюсь, что книжка В скором времени переводная эта выйдет. А некоторым толчком Неким толчком к тому, Чтобы интерес мой возрос и укрепился, Вот как раз удачно Попавшаяся на глаза цитата Из статьи Борового О Светзинском, Взятая из стихотворений Светзинского. Поэтому в какой-то мере я считаю, Что он меня к нему подвел Ближе и основательней. Стихи меня спасали в лагерях В пропащих черных шахтах Каиркана, Сказал почти столетний патриарх С застенчивой улыбкой Бальчугана. Стихи меня сквозь сто смертей вели, Они и светлокосой Мавы, Мамы, Мова Спасли мне душу на краю земли У злого океана ледяного. Так говорил мне старый человек, Что вопреки всем замыслам паучьим Прошел сквозь непролазный хищный век, Оставшись ясноглазым и певучим. Он выжил сам и дал мне знак о том, Кого сожгли чекисты в сорок первом, О подолянском рильке золотом, О тайном брате лотосом и перлом. И я их двух с любовью сердце взял, Как суть той жизни, Что мисс злом и ложью Сквозь весь свой мусор Срам, базар, вокзал Способна выше прорасти астрал И высветить сполна подобие Божье. Вот я считаю, что Владимир Связинский, Человек трагически погибший в сорок первом году, Заживо сожженный вместе с сотнями других заключенных, Это человек, который действительно Способен высветить своим творческим Сполна подобие Божье. Я его воспринял именно как украинского рильки, На том же уровне, не менее, не чуть. Это человек и поэт, которого еще будут познавать, Понимать глубже и достойнее. И, собственно говоря, это творчество самой высшей пропы. Поэтому я говорю, что не занимаясь переводами, Собственно говоря, в предыдущие годы, Но никогда практически были там отдельные, Совсем небольшие публикации. Вот я обратился, скажем, к творчеству Того же Владимира Связинского. И сто стихотворений у меня вот в течение года, Собственно, перевелись, Ну, можно сказать, на одном дыхании. Именно потому, что я увидел это Человек и поэт огромной величины. И он достоин звучать в разных регистрах, В разных интонациях. Вот, собственно, и в переводе на русский тоже. То есть самое время и прочитать Связинского на русском, да? Я думаю, читателей русского стиха довольно много. И не все из них, к сожалению, владеют украинским. Поэтому, если постараться и адекватно, скажем, Перевести на музыку русского языка его стихи, То это будет дело хорошее, а не плохое. Для народа, как говорил великий вождь и учитель Мао. Это мысль глубока и бессмертна. Мы идем по Уругваю, Пели пионеры хором, В лагере завода поршень, Ночь хоть выколи глаза, А в пропащем Парагвае Врали правда со спецкором. Злой диктатор Карлик Стресснер По ночам рубил леса. Ром лакал, гнобил народы, Елся граждан доброй воли. День за днем все соки воды Лил на мельницы врагов. Мы идем по Уругваю Сладко пить текилу с солью, В поезде ползя чумазом Вдоль мазутных берегов. Здесь, в краю, где сверхсекретный Ядерный бомбардировщик, Прикрывая серп и молот, Серый морок бороздит, Где наряды поруб сорок Пишет хмурый нормировщик, И закат пунктиром режет Огнедышащий болид. Здесь вовек немытый поезд И не будут мыть похоже, Но вдоль радуг уругвая Держит путь мой паровоз. В нем плыву я вдоль посельви, По отчизне краснокожей, Тот же прежний отрок с песней, Терминатор майских гроз. Ну и вот, обращаясь к тому, Что происходит в последнее время, Настурция и Луганск. Стихотворение. Дело в том, что детство Все провел у деда и бабушки Именно в Луганске, В их саду, При маленьком доме. И, собственно, эти времена Раз и навсегда стали для меня Основными временами моей жизни. Ну и сравнить их, наверное, Дали уже не с чем. Как это не только у меня, А и у большинства людей, видимо, бывает. Ну и, конечно, больно, Что сегодня этот Луганск наш В столь прискорном состоянии, Положении, В непонятной до ныне ситуации. Это отклик и обращение К тем годам, которые уже Ну, ни много, ни мало, Шесть десятилетий назад Светились и радовали автора. Настурция и Луганск. Пять лепестков Нет, трещали, врали, Били в барабаны О братстве, О всевидящем отце, Чтоб шли сегодня На убой бараны При полководце, Волке, подлеце, Чтоб там, Где ты вела меня вдоль сада, Вдоль радуги, Кормилица моя, Дымились клочья Смысла мира, Града, И очи юных Ела бы змея. Но вижу мой Луганск На стурции грядку В том первородном Марфином саду, Когда ж нас всех Роют по порядку, Я грешной тенью В этот рай войду, Где светит мой цветок Горячим оком И шепчет клятву Самых верных губ, Как пахнет счастьем Горьким и далеким Его кровящих Лепестков растру. Все, Наконец домой вернуться С тропы бродяжей Случайной, Линялым усом Окунуться в расплав Крепчайшей гуще чайной, Лаская груз Фамильной чашки Под перезвоны разговора Кольнуть клыком Чуть одичавшим Глазурь забытого фарфора, Как дышат Разноцветной плотью На книжных полках Царства Грации, Как плавно Складней передов Тебе навстречу Отворяться И страстно Вскрикнет Половиться Древесным плетевом Волокон И озарится Гладь страницы Кошачьим оком Спектром окон И дрогнув эхом Обернется Иною рукописью Время И дым пространства Чуть качнется А надо всем И надо всеми Щемящий свет Дочерней тайны Свеченья детской Млечной кожи Глаза, что все Необычайней Все больше На твои похожи Легко ль по кругу Пить Густой портвейн Из банки В полуденную ярь В гурзубскую жару Античных тех времен Искристую изнанку В полночные края С собой я заберу Как быстро День за днем И стает четверть века Но ярче Горска дней Зернисти Чем года А у вам Дважды два Четыре человека Прозрачна ль навсегда Понтийская вода Свежа Живым жива Июльская картина Где веток Святотень Узорное Тавро Тавриды Где смуглей Чем золото Ирина Где никелевый Кэш Блестит Как серебро Желтеет Алыча Улыбчивый Дворняги По вытертым Камням Приморской Крутизны Мы сходим Четвером И выцветшие Флаги Над мачтами Филюк Теплом Напойны И дышит Все свежей Тех колеров Богатства Залива Залива Пламень Синь Ихна Бродяг Собак И жив Июльский Слает Непреданное Братство Нагретый Солнцем Пирс И сфинкс Его Рыбак В высоту В нирвану Вдохновенья Отпусти Все сущности Свои Ибо Длит Бессмертной Жизни Пенья Чуткие Сверхтонкие Слои Как туман Рассветный Над Тосканой Перламутров Безымянный Свет И небесный Сканер Первозданный По земле Скользит Сто тысяч Лет И душа Средь Падуй И Флоренции Помнит О воздушных Островах И не ждет На смелость Индульгенции Возжигая Жарких Крыльев Взма Поднимайся Время Подниматься Там За высью Перестой Порох Атлантиды Там Дуфу Китайца Расцветают Солнечные Зайцы Бабочки Порхают Между Строк Ну вот Из новой книжки Я несколько Стихотворений Прочитал В принципе Могу Продолжить Как вы На этом Смотрели Ну Прочту Из августа Наверное Без фабулы Называется Стихотворение День Просветлел Ушел Тяжелый Дождь Недоброго Осеннего Разлива И синий Взор Метнул Индейский Вождь Сквозь Листья Клена И косицы Ивы И странно Вновь На сердце У меня Не поздних Лет Потери И разлуки Но давних Игр Ребячих Беготня Из ясеневых Веток Копья Луки И полон Предвкушением Побед Молниеносных И неоспоримых День Счастья Золотистый На просвет Без чисел Отрицательных И мнимых Без имени Без даты Без примет Без фабулы Какой-либо Особой Он светит Мне вовсю Так много Лет Как будто Он и я Бессмертны Оба Ну вот еще Парусник Книжка Недавно Появившаяся Пушкин Пушист Серебрист Под секретом При этом Лондона Джека В тринадцать Я больше Любил С белым Клыком Засыпал Под сугробом Валетом В ружьях Клондайк Оценил Скорострельности Пыл В шубе Онегинской Век Крепостничество Мчится Полозом Саным Скрипя Бубенцами Звеня Снежный Хорей В африканское Сердце Стучится В солнечный Бубен Морозного Синего Дня Я и теперь К ним Тянусь Но уже По-другому Помня Что дружество Мертвых Вернее Иных Если живым Отказался Стыдом Я от дома Знать Потому Что ломоть По-другому 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 Кисть Еле Шепчут Лиловые Губы Обамы Вымерзли Яблони Ямбал Опомнись Окстись Ну пока Не опомнился Не окстился Продолжаю Все это Странное Дело Последнее Я прочту Мне хочется Прочесть Немало Стихотворений По следам Странствий И среди них Одно Достаточно Мне кажется Энергетичное Которое Называется Пляса Де Торос Что обозначает Конечно Арена Боя Быков Я его читал Не раз И по-моему Народ Город И мир Воспринимает Его Достаточно Хорошо Плаца Де Торос Гумилев Конкистадора Конкистадором Нарек Не для Жеста Пожалуй Для Вольнолюбивого Спора Так и ты бы В крещенда Быков Андалузских Облек Не в Грамматику Тора А в Полно Гремучее Торро Вот он Бык Смоляной Вылетает Из красных Ворот Словно Черт Из коробки С пружиною Зора Задира И Ноздрями Раздутыми Воздух Прингибельный Пьет Майский Воздух Севильи Любовницы Гвадалквивира Вот он Роет Копытом Песок Черный Авель Литой Из Бойцовой Не помнящей Братова Имени Плоти Вверх Верхний Верхний Ярус Арены Чадит Ядовитой Махрой И Оркестр Многотрубный В бравурной Сливается Ноте Чуть Правее Тебя Но Все Во Вдетом Со Доступном Ряду Где Курцы Табака Аплодируют В бурном В третьем тысячелетии, в двенадцатом к ряду году. Реконкисты и Каина, жертволюбивые дети. И закланье изысканно, и позумент золотой облегает в обтяжку плечо и бедро Матадора. Между алой мулетой и мутно-зеленой водой к небесам отлетает душа терминатора Тора. И в бодрящем и праздничном рвенье триада коней, благородные головы в белобагряных султанах мигом тушу увозят. И трубы поют все пьяней над весенней Севильей, и полнится летопись дней Андалузии в кодах-загадках желанно и странно. Сергей Станиславович, пусть у вашей широкой палитры от чужой Андалузии до родной Тавриды все больше рождается стихов о родной Тавриде, и пусть она наконец-то снова станет для нас, всех украинцев, и для вас лично родной опять. Спасибо, да, стихов о Крыме много. Я последние полтора года к этой теме, естественно, не обращаюсь и не пишу. В прошлом году впервые я за долгие годы в Крым не поехал, ну, по понятным соображениям. В этом году тоже не поеду, но надеюсь на то, что все будет так, как на небесах написано и решено. Хотя это нелегко, нелегко, и всем нам еще предстоит множество испытаний, трудностей, переживаний. Ну, будем надеяться и будем верить. Это была программа «Слабоженщина. Слово», в которой мы встречались с членом Союза писателей Украины, поэтом-эссеистом Сергеем Шелковым. Субтитры подогнал «Симон»!